Для тех, кто не знает, представлюсь, меня зовут Дмитрий Алексеевич, краса, я дизайнер. Сегодня я хочу рассказать подробнее о новом релизе SketchUp и про те возможности, которые предоставляет дизайнерам и проектировщикам эта программа. На сегодняшний день SketchUp – это лучшая программа 3D-моделирования для работы онлайн. Это значит, что не нужно загружать программу на компьютер, а достаточно иметь стабильное соединение с интернет для работы. Посмотрим на примере, как можно воспользоваться бесплатной версией программы SketchUp Free. Нажмем на кнопочку «Начать моделирование». Так как я уже зарегистрирован, он сразу войдет в мой аккаунт, а при загрузке нужно будет ввести свою почту и пароль. SketchUp Online имеет все основные инструменты и возможности настольной версии программы и позволяет создавать трехмерные сцены и модели интерьеров, ландшафтов и архитектуры. Слева расположена панель инструментов моделирования. Справа – стек инструментальных панелей для настройки материалов, стилей, компонентов, сцен, единиц измерения и других параметров. Все это несложно, и подробно мы все эти инструменты рассмотрим на нашем курсе. Посмотрим, как могут выглядеть результаты работы в этой программе. Все модели хранятся в облачном сервисе Tribble Connect, доступ в который возможен прямо из окна программы. Этот сервис позволяет хранить модели, обмениваться данными с другими пользователями, предоставлять доступ к моделям с мобильных устройств при помощи специальных приложений. Это очень удобно. Например, находясь на объекте, можно изучать модель прямо на телефоне или планшете, не распечатывая кипу эскизов и чертежей. Откроем обмерный план, захраненный в облачной папке Tribble Connect. В SketchUp Online можно построить точную трехмерную заготовку квартиры и подготовить чертежи. Например, здесь вы видите обмерный план квартиры. На самом деле это трехмерная модель с проставленными размерами. Чертеж же представляет собой сохраненную сцену. Видно, что это трехмерная модель. Сохраненная сцена называется обмерный план. Мы на него переключаемся. Откроем следующий файл. Это модель готового интерьера, построенная именно в онлайн-версии программы, точнее в ее бесплатной версии SketchUp Free. Также настроены различные сцены, ракурсы, но вы это уже видели в прошлом видео. Как видите, возможности версии Free позволяют реализовать сложные идеи интерьера. Платная онлайн-версия программы, называющаяся TheShop, имеет еще дополнительные инструменты, такие как расширенные возможности импорта-экспорта в смежные форматы данных, полноценный редактор материалов, расширенный доступ к хранилищу данных в аккаунте Tribble. Обе версии программы имеют бесплатный доступ к одной из главных фишек, крупнейшему в мире онлайн-хранилищу моделей и материалов 3D Warehouse, которая содержит миллионы готовых к использованию трехмерных моделей и текстур. Из программы доступ идет через инструментальную панель компонентов. Отдельный доступ к сервису можно получить на страничке 3D Warehouse, 3D Warehouse, sketchup.com. Этот сервис работает как поисковик, набираете, что вам нужно, и получаете ссылки на сотни, тысячи готовых моделей. Все это можно также объединять в собственные коллекции, сохранять, опять же, в облачном сервисе. Обзор этого сервиса достойно отдельного ролика или урока, на курсе мы также подробно его рассмотрим. Следующий сервис, о котором интересно было бы упомянуть, это сервис просмотра трехмерных моделей на мобильных устройствах, а также виртуальной реальности, которая называется SketchUp Viewer. Мы на страничке сервиса SketchUp Viewer. SketchUp Viewer позволяет смотреть файлы моделей на компьютере без установки настольной версии программы на мобильных устройствах. Приложения для мобильных устройств поддерживают также возможности виртуальной и дополненной реальности. Это далеко не полный список возможностей онлайн-версии программы. Существует еще настольная версия, которая называется SketchUp Pro. Настольная версия дает еще два дополнительных преимущества. Давайте зайдем на страничку SketchUp Pro. Первой особенностью этой программы является то, что ее нужно устанавливать на компьютер, это настольная программа. Одно из главных преимуществ настольной версии – то, что на нее можно устанавливать различные плагины и расширения, в том числе расширения патриаристичной визуализации. Все эти расширения доступны через единую онлайн-платформу Extension Warehouse. Extension Warehouse – это возможность установки плагинов и расширений. Здесь вы можете выбирать различные плагины, которые требуется установить на настольную версию программы. Допустим, вы видите в Ray инструмент визуализации, 1000.1 BitTools – свободно распространяемый плагин для черчения архитектуры и множество других инструментов. Второе преимущество настольной редакции – это возможность создавать масштабные двухмерные чертежи презентации в модуле Layout. Основной фишкой Layout является то, что он динамически связан с моделью, и все изменения, вносимые в трехмерную модель, автоматически отражаются в чертежах. И теперь скажу самое главное. Изучая онлайн-версию программы, вы автоматически осваиваете основные инструменты настольной версии. Так что, умея работать в SketchUp Online, вы сможете работать и в SketchUp Pro. Итак, почему же SketchUp? SketchUp – это простая в освоении программа. На ее изучение не требуется много времени, и можно быстро достигать профессиональных результатов. В точности программы вы убедились сегодня на примере обмерного чертежа. SketchUp позволяет прорабатывать все стадии проекта – от эскизов до чертежей и визуализаций, что говорит об его универсальности для нашей предметной области – дизайн, архитектуры, ландшафт. О доступности программы говорит хотя бы тот факт, что существует бесплатная онлайн-версия SketchUp Free. Благодаря же относительно невысокой стоимости и универсальности, вложения в программное обеспечение для дизайнеров архитектурных бюро можно снизить до минимума. Самые передовые средства коммуникации и обмена данными со смежниками ставят SketchUp в ряд самых актуальных и современных средств разработки. Приглашаю вас научиться на нашем курсе в Центре специалист работать с онлайн-версией SketchUp. Спасибо. Продолжение следует...